11 мая, пятница на часах 11.07. Это программа «Дневной разворот». Последний разворотся на этой рабочей неделе. Ведут передачу Николай Голиков и Владимир Сметанин. — Николай, я спешу поздравить с прошедшим днем рождения. Николай, принимайте поздравления. — Спасибо, спасибо. — Вообще, май у нас очень насыщенный в этом отношении. Много у наших знакомых, коллег именно в майские дни рождения. — Много нашего народа. Много наших тельцов. — Если сейчас начать перечислять, то можно добрую половину программы на это потратить. Ну, так или иначе, поздравляем всех, кто из наших знакомых, коллег, гостей, кто отмечает в май день рождения. Поздравляем. И будем, кстати, поздравлять. — Культ поход. Сегодня программа состоится. Сразу же, конечно же, скажем об этом. После 12 гостем нашей студии станет Александр Бакланов. Это директор Кировского колледжа музыкального искусства имени Казенина. То есть музыкальный у нас будет культ поход. — Ну, он у нас как бы всегда музыкальный. — Так или иначе, да. Вопросы мы припасли, призы припасли. Слушайте нас. 211-101. Номер нашего телефона. Отвечайте на вопросы и выигрывайте то, что мы для вас приготовили. Ну, а дневной разворот мы посвятим такому мероприятию, вообще такому процессу, да, не только одним днем ограничиться, как начало туристического сезона в Кировской области. — Официальное начало. — Официальное, да. Начало сезона, если не ошибаюсь, третий год подряд у нас официально объявляется о начале, о старте туристического сезона. Как известно, первоначально планировалось открыть это все в конце апреля, но, увы, погода не позволила. Все мы помним этот шторм снежный 21-22 апреля. И, соответственно, организаторы, отвечающие наши за туристическую отрасль, решили перенести, сразу же фиксируем ваше внимание, на 19 мая 2018 года. — День пионерий. — День пионерий, да, бывший наш День пионерий. Вообще, 19 мая столько событий в городе, что никому из кировчан не рекомендую покидать пределы этого города, потому что будет здесь очень интересно. — Да, и у нас в гостях Елена Данюшенкова, это директор Центра развития туризма Кировской области. Елена, добрый день. — Здравствуйте. — Добрый день. Сегодня мы подробно осветим и начало туристического сезона, и те мероприятия и события, которыми он будет наполнен. И если, насколько я помню, турсезон у нас обычно до конца октября продолжается, да? — Ну, не до конца октября, наверное, до конца сентября все-таки, потому что... — Вдруг погоду позволит? — Вдруг погода позволит, да. Но, вот, к сожалению, в прошлом году погода нас не радовала. — Алена Владимировна, сразу вопрос такой мы, Коля, про погоду заговорили. Вы на 19-е этот прогноз смотрели? — На 19-е прогноз смотрела, плюс 10 без дождя. — Отлично. Но это еще... — Не жара, конечно. — 8 дней, собственно, еще до 19-го числа. Но надо сказать, что ближайшие выходные ожидаются теплыми и солнечными, и следующая неделя тоже, в общем-то, будет неплохой, согласно предварительным прогнозам. Итак, давайте 19 мая сосредоточимся на этом и подробно расскажем нам и нашим слушателям о том, что будет происходить. — Что, где и когда. — Ну, как вы уже, в общем-то, осветили, третий год уже мы открываем летний туристический сезон в Кировской области. Это мероприятие уже, наверное, стало такой доброй традицией нашего региона. Причем, как ни странно, это мероприятие было придумано именно у нас. — А в других регионах такое есть? — В других регионах они начали как раз вот последнее, после нас они начали устраивать открытие сезона. — Но в южных регионах, наверное, вообще нет смысла говорить о начале и конце. — В южных можно фестивалить, мне кажется, вообще круглый год. — Да, ну вот Казань тоже открывала свой туристический сезон буквально недавно. У них немножко тут с погодой повезло больше, без снега. — Ну, а не по южнее. — Ну, до 400 километров по южнее. — Да, без снега обошлось, поэтому... И другие регионы открывают у себя сезоны, но и на самом деле в этом году достаточно много регионов откликнулось на наш призыв присоединиться к нам, именно открыть туристический сезон в Кировской области. — Зачем мы их приглашаем? Мы же вроде как внутри, у себя должны сформировать турпоток. — Понятно, но мы же ведь не изолированы от других регионов. И все равно, мне кажется, тренд путешествий по России, каждая область, если будет закрываться внутри себя, мы не получим такого эффекта, которого можем добиться вместе. Тем более, конечно, они предлагают и свой продукт, когда приезжают к нам, но тем не менее они знакомятся и с потенциалом наших объектов показа. Потому что традиционно приезжают представители туроператоров других регионов. То есть потенциальные люди, которые будут возить именно поток к нам, им интересны наши площадки, им интересен наш опыт работы, интересен опыт работы нашего туристко-информационного центра. Потому что не у всех, не во всех регионах существуют туристко-информационные центры, а так или иначе по указам президента они должны быть в каждом регионе. Поэтому зачастую приезжают учиться, зачастую приезжают изучать опыт. И в этом году как раз мы решили все-таки открыть наши мероприятия, в том числе и нашим соседям вместе с ними. Ну вот я скажу, в анонсе сказано, что это Удмуртия будет, Архангельск, Нижний Новгород. Да, Нижний Новгород уже второй год. В прошлом году они как раз тоже к нам приезжали и в этом году откликнулись. И очень большое им спасибо, потому что знаю, что они заняты подготовкой к чемпионату, но тем не менее. К Мундиалю. Да, потому что мне кажется регионы, которые принимают Мундиаль, они живут этим в этом году. Вы им такой определенный туристический поток, кто уже обеспечен по-любому. Да, да, да. Но тем не менее представители Нижегородской области тоже присоединятся к нам. Наши соседи Коми, Архангельская область. А, кстати, вот позволю отвлечься, раз уж в прошлом году с нижегородцами мы начали сотрудничать, а в конкретно это что-то вылилось, турпоток был из Нижнего Новгорода, наши ездили на Нижегородчину. Традиционно мы работаем, в принципе, с Нижним Новгородом, и у нас достаточно большой самостоятельный поток, в том числе между нашими регионами, потому что ходит и достаточно удобная электричка до Нижнего Новгорода. Да, и расстояние позволяет, да. Да, и автомобильный путь тоже доступный. Планируем, в том числе в этом году, включиться вместе с Нижегородской областью в детский образовательный проект «Вагон знаний», организовать совместно с федеральной пассажирской компанией. Но это уже, наверное, такая перспектива ближе на новый учебный год. А это что за проект? Ну, раз уж озвучили, давайте поподробнее. «Вагон знаний» — это образовательный проект, который был создан по институту федеральной пассажирской компании. Он успешно реализуется в таких регионах, как Самара, Пенза, Саратов. И представляет из себя путешествие для школьников с целью изучения истории нашей страны, истории своего края, истории той области, в которой они путешествуют. Особенность в том, что школьники путешествия получают образовательный некий контент и некий развлекательный, когда уже в поезде. То есть, садясь в поезд, начинается вся эта образовательная программа. Приезжают в регион, далее они знакомятся с некой программой по региону. Мы все-таки по согласанию с Нижегородской областью решили, что это все-таки должно быть каким-то образом привязано и к школьной программе, чтобы это было полезно. Потому что у нас есть, в принципе, что посмотреть в этом плане. Это из Латыков-4 достаточно много у нас интересных ссыльных товарищей было. И купеческая история достаточно хорошая. Давайте еще поподробнее. То есть, они едут в вагоне изучать теорию, соответственно, приезжают на место. А там как это вообще происходит? Вагон не совсем предназначен, мне кажется. Где школьники могут сесть в этот вагон? И что это за вагон? Как он выглядит? Это обычный пассажирский вагон, на самом деле. В общем составе какой-то отдельный? Обычно это сидячие пассажирские вагоны. Сейчас, конечно, мы смотрим по расписанию поездов, какие поезда будут более удобные. Так что все-таки нам детей тоже и не мучить. Потому что все равно расстояние есть. И это достаточно значительное расстояние. И надо, чтобы дети были не замучены, счастливы, накормлены. Все-таки для них это все проходило весело и интересно. То есть, садятся в Нижнем Новгороде, едут до Кировской области с некой интерактивной образовательной программой. Здесь их встречает принимающая сторона. То есть, Кировская область и уже... Принимающая сторона Центра туризма, вы непосредственно или сотрудничаете с ним? Мы здесь будем работать с нашими туроператорами. Потому что все-таки мы не являемся туроператором. Конечно, мы участвуем в разработке программ, в разработке контента. Потому что мы должны в том числе отвечать за качество предоставляемой информации. Потому что очень неприятно бывает получать какие-то рекламации. Что вот поехал отдыхать с тем или иным туроператором. И информация-то не соответствовала действительности, например. Такое тоже бывает. Ввод в заблуждение сказок рассказывали. Ну, такое бывает. Иногда эта сказка бывает рассказана очень хорошо, что в нее верят. А иногда не очень хорошо. Поэтому, чтобы избежать все-таки некачественного контента, мы тоже принимаем участие в разработке программ с нашими туроператорами. Обязательно оцениваем, чтобы все соответствовало действительности. Чтобы это было интересно. Чтобы Кировская область была достойно представлена в данном проекте. А этот проект «Вагон знаний» он круглогодичный? В любой из месяцев ребята-школьники могут? Или только на летний сезон? Нет, в принципе он круглогодичный. В дни каникул? Да, традиционно он в дни каникул осуществляется. Но вот он успешно действует. Я говорю, что в Самаре, в Пензе у них есть форматы путешествий внутри региона, есть форматы путешествий вне региона. Они уже несколько лет этот проект реализуют. И вот мы о нем узнали буквально в последние, наверное, полгода, путешествуя как раз на выставке и общаясь с нашими коллегами. И федеральная пассажирская компания тоже вышла на сцену и сказала, почему вам не попробовать? У вас тут Нижегородская область рядышком. Тем более Горьковской железной дороги у нас. Да, в этом году еще 150-летие Горького отмечает Нижегородская область, что тоже у них достаточно много мероприятий посвящено. И тоже вроде бы школьная программа. И вот как раз проводили переговоры на последних выставках с Нижегородской стороной. Решили, конечно, дать им немножко времени провести чемпионат, а потом уже взяться. До середины июля он будет продолжаться? Да, все-таки потому что... Ну, в Нижнем-то он не до середины июля будет. Ну, официально, да. Официально, да. Но все-таки достаточно много сил он отнимает, в том числе и у туристической отрасли, которая непосредственно занимается такими проектами, как вагон знаний. Поэтому я думаю, что где-то с начала следующего года, это осеннее время осенних каникул, мы планируем с этим проектом все-таки запуститься, договориться и с федеральной пассажирской компанией, потому что все еще зависит от того, какое будет расписание. С начала следующего учебного года имеем, да? Да, да, да. С 1 сентября 2018. То есть какие будут тарифы, какие будут поезда в этот момент. Мы же знаем, что это все меняется. Поэтому надо в любом случае сделать, чтобы это было удобно, чтобы это было доступно по цене, чтобы это было интересно, чтобы это было интересно и детям из Нижегородской области, чтобы потом наши кировские дети могли ехать тоже в Нижегородскую область, чтобы там был достойный, качественный контент. Но пока речь идет о том, чтобы ребята иногороднее к нам приезжали. Пока у нас первоначальный этап планируется, что к нам приедут школьники из Нижегородской области. Ну, вообще, это ведь тема-то довольно старая, забытая немножко. В советской школе, в советское время, в дни школьных каникул, за то, что ты молодец, отличник, ты мог в Москву сгореть. Там учащих только не было. Просто ехали, обычно мы ездим. А там уже экскурсии на месте. А если здесь вот так вот, это вообще интересно. То еще и в дороге тебя уже чем-то поднакачивают, с чем-то знакомят. Да, очень здорово. Проект достаточно интересный. Надеюсь, что у нас все-таки получится его осуществить. Тут достаточно, конечно, много сторон, заинтересованных в этом проекте. Тут главное всем договориться, всем вместе хорошо сработать. Я очень надеюсь, что все-таки этот проект у нас запустится, потому что это хороший дополнительный поток в Кировскую область. И это дополнительный интерес Кировской области. Потому что, ну, что касательно, мне кажется, детского туризма, у нас достаточно много всего в регионе. можно и посмотреть, и поучиться, и поразвлекаться. Поэтому я думаю, что... Детский космический центр недавно открылся. Да, опять же, да. Жемчужина такая. У них этого нет. У них этого нет, да. Поэтому у нас много достаточно развлекательных площадок, потому что мы понимаем, что мучить детей только учёбой мы не будем. Так или иначе, это в любом случае. И какие-то наши развлекательные площадки, тема, например, динозавров тоже. Так или иначе, детям в школьном возрасте достаточно может быть интересно, и у нас достаточно много объектов. Мне кажется, это вообще всем интересно. Да, как раз железнодорожный путь из Нижнего Новгорода, через Котельничек. Всегда есть вариант, да, например, выйти в Котельничье и начать программу именно с Котельничья. То есть всё равно любая такая экскурсионная программа, это некий конструктор из различных объектов, которые можно переносить, соединять. Это уже будет непосредственно работа конкретно с каждой группой, конкретно с турбератами по запросам всё-таки, поэтому я думаю, что... Ну и с железной дорогой разумеется, что Да, и с железной дорогой, так или иначе, мы будем от них зависеть в том числе. Ну вот так мы уже далеко убежали от... Аж до Котельничья. ...от дня открытия, да, 19 мая туристического сезона. Сейчас небольшая пауза у нас будет. Елена Днюшенкова, директор Центра развития туризма нашего региона, у нас в гостях. Мы продолжим через 30 секунд. Вот я сейчас вспоминаю некоторые нюансы по поводу железнодорожных переездок организованных групп детей. Это действительно намного проще, чем автобусные сейчас организовывать поездки, потому что в последнее время у Российской Федерации очень много ограничений, там ввели на передвижение автобусом, двигаться по ночам нельзя, обязательно в автобусе должен медик присутствовать, запас продуктов, медикаментов и так далее. В этом году, по-моему, или в следующем вступают нормы о том, что определенный возраст должен быть у автобуса, старше которого уже нельзя детей перевозить. А железнодорогу, видимо, тут да. Хорошо. А вообще костями ягут насчет этого закона, потому что он, конечно, очень большие ограничения ведет всем. Так, давайте 19 мая. Да, вернемся. Сряточимся в нашем городе. Все начнется в полдень, да? Да, все начнется в полдень. Это будет традиционная интерактивная выставка, которая будет... Давайте где скажем сразу, сразу скажем. Она будет там же, в принципе, где и везде. Это на Октябрьском проспекте, около пруда. Парк имени Кирова. Да, парк имени Кирова. Гостиницы, две рядышки. Да, две гостиницы, недалеко туристко-информационный центр. Вот, поэтому место достаточно известное и любимое кировчанами для прогулок. Поэтому дополнительно такая выставка будет, возможность посетить, посмотреть. Конечно же, будут представлены наши народные художественные промыслы, мастер-классы. И очень тут большую помощь нам в том числе оказали наши вкусные музеи. Это Креола и Арктика. Они тоже планируют большую развлекательную программу для детей. То есть достаточно много... То есть шоколад и мороженое будут? Шоколад и мороженое, как всегда, конечно, будут. Но и наши палеонтологические музеи, тема динозавров, конечно же, будет представлены. Думаю, всем детям интересны. Представлены динозаврами? Представлены. Но это уже будет зависеть, конечно, от палеонтологического музея. Но мы всегда очень просим, чтобы динозаврики какие-нибудь... Какие-нибудь динозаврики бегали. Большая популярность, в частности, пользуется. Там имитация раскопок, когда они берут в руки щеточки и косточки аккуратного палеонтологического музея. Вот, между прочим, в Котельнище это очень здорово. Можно как раз эти игровые модули, они очень интересные, пользуются спросом. Будет, конечно, представлен шоколадический клуб «Мир» с вятской азбукой. Будем смотреть, что нового у них в вятской азбуке. Такую новую букву нарисовали. Это всегда интересно. А что наша азбука как-то отличается от... Нет, ты видел проектов вообще? От дореволюционной. Там просто как бы делаются буквы, которые... Буква включает в себя какие-то наши вятские элементы. Скажем, буквы В, 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 что-то еще. А что нашего вятского там в букле В? Слушай, вятка, там вятское оно уже, как минимум. Вятка, либо это элементы народного промысла представленные, элементы какие-то каллиграфии. То есть достаточно интересный, красивый проект. Интересный, красивый, да. Его стоит увидеть. И они пополняют. Скоро, мне кажется, они уже всю азбуку, все буквы сделают. Поэтому тоже посмотрим, что они нам представят. Конечно же, все наши развлекательные центры. Это и Юркин парк, и Порошино. Летучий корабль. То есть все, в принципе, будут у нас представлены. Тур-операторы будут. Там немаловат места-то все-таки. Да, но место-то нормально. Мы будем распространяться. Октябрьский будет перекрываться, нет? Октябрьский будет перекрываться, но ненадолго. Будет перекрываться только с целью мотопробега мотоциклистов, которые традиционно тоже проходят. Ну, они, по-моему, где-то в час стартуют, да? Да, они в час. Стартуют, традиционный мотопробег, мы их встречаем. То есть перекрытие будет буквально совершенно ненадолго. Нам полчаса весь пробег. Да, да, да. То есть никаких таких масштабных перекрытий, я думаю, что пока хватит. А если разрешить гнать на максимальную скорость минуты? Быстрее пьет, да? Минуты три, наверное. Не-не-не, ГИБДД не позволит. Все исключительно с соблюдением ПДД. Городская улица все-таки. Да, они все-таки следят за этим. Да и мы заинтересованы, чтобы безопасно все было и хорошо на мероприятии. Вот смотрю в программе начало движения мотоколонны 13-0-0. Они поедут от перекрестка? Они поедут по Октябрьскому проспекту, от перекрестка Спортсоюза. От ДНТ практически. От Танк. Ну да, по-разному. От ДНТ и до цирка, да? Да, и до цирка они традиционно встречают. Я надеюсь, что у нас получится еще провести в том числе и показательные выступления спортивной команды мотоциклистов в этом году. Это будет, скажем так, подарок от мотоклуба Хокс. Они хотят, чтобы зрители посмотрели еще и некие показательные выступления. Какие-то трюки будут делать? Да, да, да. Вот так красиво. Летать, прыгать. Летать, прыгать, но все это будет исключительно, конечно, в рамках дозволенного нашим ГИБДД. Все будет безопасно. Но я думаю, что это будет зрелищно и интересно. Это зрелищно, конечно. Да, я думаю, что это будет достаточно интересно. Туристко-информационный центр будет проводить экскурсии бесплатные по исторической части города. Любой желающий может прийти. Так, нужно подойти к Туристко-информационному центру. Будет в этот день? Да, да. К которому часу? Да, с 12 часам и отправиться с нашим специалистом на историческую экскурсию. На автобусе? Пешком? Нет, пешком. Пешком? Мы в этом году гуляем пешком, да. Ого, всех Касанов испортил, все пешком по ветке ходят. Все, да. Антону Касанову. Во-первых, надо ходить. Во-вторых, я думаю, что если погода будет позволять, почему бы и не прогуляться в этот день, послушать интересные истории про наш город. Вот поэтому будет такая достаточно насыщенная программа, она будет до трех часов. То есть я думаю, что будет, в принципе, интересно узнать, посмотреть, что у нас планируется в этом году, какие предложения будут от наших объектов. Там какие-то презентации будут, да? Да, там будут презентации, презентации продуктов, презентации программ, что будет интересного, какие проекты планируются у нашей туротрасли на ближайшее время. Ну и я... Мы поговорим об этом чуть-чуть позже, наверное, все-таки. А гостям на слово дадите? Да, обязательно дадим все-таки слово нашим гостям. Все равно интересно и нашим будет, мне кажется, жителям узнать, что творится у наших соседей, да и нашим соседям посмотреть, как у нас это все проходит, что мы делаем, как это все происходит, будут перенимать у нас опыт. Ну там еще и торжественное открытие мероприятия запланировано, вот смотрю, 13.30 с участием наших руководителей. Да, ждем, конечно, представителей правительства и администрации города, традиционно они участвуют и поддерживают это мероприятие, приветствуют наших участников и гостей. Ну что, 19 мая, уважаемые слушатели, жители города, имейте в виду, что вот такой есть прикол. Это суббота будет, кстати. Это суббота будет, да, день выходной, так что можно к полудню подтягиваться на Октябрьский проспект, ближе к парку имени Кирова, к двум гостиницам, где, собственно, стартует официально наш туристический сезон 2018. О том, чем он будет наполнен, ну, наверное, все не успеем осветить, но, может быть, коротко мы уже поговорим после небольшой рекламы. Продолжаем наш разговор об летнем туристическом сезоне 2018. 19 мая в субботу он откроется, ровно в полдень, недалеко от парка имени Кирова, от колеса обозрения. Елена Данюшенкова, директор Центра развития туризма Кировской области, у нас рассказывает во всех подробностях об этом. Сейчас зацепился мой взор за то, что будет там много разыграно всевозможных призов. Действительно будет? Да, действительно. Чтобы привлечь внимание горожан. Что-то еще и получить там и унести с собой. Мне кажется, это традиционно должно проходить все равно. И нашим площадкам, нашим объектам показы интересы тоже привлекать к себе дополнительный поток. И традиционные розыгрыши, программ, билетов, посещения. Все это будет, конечно, обязательно происходить. Я думаю, что для семейной аудитории это будет очень интересно. Ну что, давайте дальше пройдем по хронологии. Что будем презентовать-то? Вот вы хотите спросить, насколько возможно. Прокомментируйте, пожалуйста. Потому что слухи уже ходят о том, что непонятно, будут они и не будут в этом году. Ну, пока еще. Я понимаю, что не только Центр туризма задействован в этом во всем. Конечно, пока еще говорить об этом рано. В любом случае, мы так или иначе работаем над форматом данного мероприятия. Потому что оно уже достаточно много лет проходит. И надо что-то в нем менять. Надо приносить что-то. Работать над форматом в смысле? То есть в любом случае, вы что-то готовите? Вы надеетесь, что или что имеется в виду? Да, мы все равно работаем над этим мероприятием. Так или иначе, готовим и концепции проведения данного мероприятия. Но пока ничего конкретного сказать не могу, наверное, по этому поводу. Но тем не менее, так или иначе, переформатироваться это мероприятие будет. Потому что много лет проходит. Я думаю, что достаточно много было за эти годы сказано. И критических отзывов о мероприятиях. А вот напомните, что именно это предстоит изменить? Где основные моменты? В любом случае, это дата проведения. Потому что... Которая совпадала с началом Великорецкого крестного. Да, совпадала с Великорецким крестным ходом. И вообще, июнь такое время, насыщенное на мероприятия. И Великорецкий крестный ход, и День города. То есть практически все выходные были заполнены мероприятиями. Плюс к всему прекрасное известно, что на сказочные игры всегда приезжают у нас гости из других регионов. Это сказочные герои. И практически каждый сказочный герой имеет свою площадку сказочную, резиденцию и так далее. А конец мая и июнь это время выпускных. Так или иначе, это большинство случаев площадки коммерческие. И, конечно, у них в первую очередь стоит задача зарабатывать деньги. То есть, поэтому их приоритет это как раз работать на своей площадке в это время. Это не только выпускные, это как раз конец учебного года. Дети еще не разъехались в какой-то период, пока они еще в городе. Да, то есть, в любом случае, вопрос даты достаточно открытый. Непосредственно центр прорабатывает этот вопрос с датой проведения. Или от кого-то еще зависит это решение? В любом случае, мы в том числе и зависим от принятия решений в правительстве, от нашего учредителя Министерства культуры. Мы, в свою очередь, все-таки являемся больше оператором данного мероприятия. То есть, наша задача – это концепция, некий формат, а все остальное тоже зависит немножко не от нас. То есть, верно ли я понимаю, что может быть объявлено, а может быть и не объявлено о том, что будут сказочные игры? Ну, пока вот я не готова это комментировать. А когда вам прояснится этот вопрос? Тоже неизвестно пока. Тоже пока не могу. Но отказываться от проекта, верно ли я понимаю, не собираются? Нет. Полностью? Нет. Хорошо, давайте дальше. Вот 19 мая стартует туристический сезон. Давайте самые важные мероприятия. Хотя пройдемся и уже по трем летним месяцам, если успеем. Ну, как я уже сказала, что у нас, мы упомянули, что у нас Великолепский крестный ход проходит. Это достаточно важное событие для нашего региона. И с каждым годом количество паломников растет. О, простите, я одного возможного паломника тут вспомнил. С Никасом Сафроновым мы тут недавно разговаривали в конце марта. Да, он собирается в этом году. Он собирается. Он собирается. Заявил в нашем эфире, что должен обязательно приехать. Ну, я думаю, это правильно, потому что для любого верующего такое сакральное событие. Этот ход – это очень личностное событие для каждого. И то, что в наш регион собирается столько людей именно с такими целями, это очень, на самом деле, приятно. Потому что, мне кажется, это и для региона очень большая отдача, эмоциональная отдача все-таки. Конечно, это День города будет проходить в этом году. В этом году также заявлено несколько мероприятий. Это традиционный фестиваль «Взлетная полоса» «Байк-рок фестиваль». Он тоже будет проходить. Он в июле или в августе? В июле. Он в июле. Это фестиваль еды, который заявлен тоже на июль у нас в Александровском саду. То есть это фестиваль различных кухонь. Большой достаточно фестиваль будет проходить в Яцких полянах. Фестиваль «Шляп» третий год. Мы разговаривали недавно с Олегом Уваровым, одним из организаторов. Да, просто на самом деле большое уважение к этим людям. Они тут где-то на Алтай должны смотаться, где-то в мае. Они как раз сейчас должны вернуться. То есть большое уважение вообще на то, что они делают для территории авиатских полян, для развития туризма в авиатских полянах. Потому что мы прекрасно понимаем, что авиатские поляны, может быть, сейчас в плане туристской инфраструктуры не готовы принимать крупные мероприятия. И вот такие вот фестивали, может быть, сподвигнут как раз и к строительству новой туристской инфраструктуры, к строительству мест размещения, к строительству кафе. Потому что действительно туристический поток очень большой на это мероприятие. Плюс достаточно много иностранных делегаций заявлены. Это и как раз братский город Кассадей, где проходит фестиваль «Шляп». И я думаю, что Олег там рассказывал, что проехал о Франции. Во Франции рассказывал как раз, да. Где они познакомили. Да, там проводится как раз фестиваль «Шапой». И то, что очень здорово, что Франция, и тут вот в Кировской области, в городе Вятские поляны, есть такой замечательный, уникальный музей, замечательное мероприятие появилось, которое действительно становится в том числе и узнаваемым в нашем регионе, и узнаваемым за пределами нашего региона. Большой туристический поток фигурирует. Там уже перед началом мероприятия даже в частном секторе уже негде остановиться, потому что все занято. Да, планы у них наполеоновские совершенно. Поэтому мероприятие это очень здорово, то, что оно такое амбициозное. Но это будет в начале августа. Да, это будет в начале августа, да. Да, ну и мы, конечно, планируем все-таки провести Дни романтики. В августе тоже, да? Да, в августе достаточно любимый в нашем городе фестиваль. Конечно, традиционно это будет джаз и стихи. Я думаю, что это мероприятие, оно, в принципе, достаточно... Но пока детально программа не разработана еще ведь. Ну, основная концепция останется той же самой. То есть Дни романтики, то у нас традиционно путешествие по эпохам. Это и классический танец, классическая музыка, это современные танцы, это джаз. То есть все равно это мероприятие, оно такое, скажем так, очень обширное по тематике. И это традиционно, конечно, чтение стихов. Потому что второй год мы читаем стихи ночами в шахматном домике. И второй год, на самом деле, очень большое количество народа собирается. Для меня это было очень неожиданно, приятно, то, что это мероприятие посещает очень большое количество молодежи. И молодежь выходит и читает стихи к микрофону без страха, наизусть. Это очень здорово, на самом деле, потому что много слышится и критических замечаний в адрес нашей молодежи, что вот, где-то там, не знаю, уровень культуры не тот. А тут так посмотришь, действительно, приходят молодые ребята, читают стихи. Ну, это очень здорово. Так было это всегда во все времена. Всегда штрихи ворчат, не та молодежь пошла, мы-то в наше время и так далее. Это все обычная вещь довольно-таки. Да, и вот очень приятно, что на этом мероприятии как раз молодежь может проявить в себя свои творческие способности. И все так красиво, мило, очень здорово. А что касается привычных для вятки мероприятий событий на Хистобенске, я говорила, Ну да, вот в области вот такие. Областные мероприятия, да, традиционно они, да, они все традиционно проходят. Это, конечно, этим непосредственно организацией тут занимается уже каждый муниципалитет. Мы со своей стороны традиционно оказываем информационную поддержку, методическую поддержку, если они к нам обращаются. Полный список данных мероприятий можно найти на сайте visitkirov.ru в календаре событий. Мы этот календарь периодически обновляем, актуализируем даты, потому что они могут меняться. Но вот, по крайней мере, пока все традиционные мероприятия, которые вы назвали, это истебенские, и огурец, и вятские лапы, они все заявлены. Фестиваль железа в Белых и Лунице. Белых и Лунице будет в фестивале. Да, да, то есть все, в принципе, все эти мероприятия, они все заявлены, они все готовятся. А, кстати, в наш центр развития туризма или в туристко-информационный центр поступают ли предложения от рядовых кировчан о том, как бы можно было что-то провести, что-то улучшить, разнообразить? А сколько активны жители города в этом отношении? У нас, к сожалению, жители города больше активны в каком-то негативном смысле, то есть в основном это какая-то критика без предложения. Это, конечно, печально, потому что все-таки если критикуешь, то предлагай. А если идут предложения, то мы всегда упираемся в вопрос, что все прекрасно, но где взять финансирование на данные проекты? Если эти проекты не требуют сильных финансовых затрат, конечно, с удовольствием мы все предложения принимаем. Что касательно, например, экскурсионного контекста или объектов осмотра, о которых мы, допустим, где-то не слышали, не знаем, или что-то новое открылось. То есть, конечно, мы это все актуализируем, мы ежегодно паспортизируем, в принципе, каждый район нашей области. Так, поподробнее, что такое паспортизация муниципального района? Я хочу немножко на этом еще остановиться. Здесь же недавно наш губернатор выступил с инициативой, предположим, что есть способ финансирования, создания новых туристических объектов, как бы за счет программы по развитию городской среды. Ну, это было бы, на самом деле, очень здорово. То есть, он как раз имел в виду Вятские поляны, что, условно говоря, на базе того же завода можно сделать, например, полигон, где люди могут взять в руки автомат, пострелять из него, посмотреть, как он собирается, разбирается, как его изготавливали. Ну, мне кажется, вот введение интерактивов в каждом, мне кажется, сейчас уже музей, это какая-то уже необходимость, потому что наших публиков уже стало достаточно взыскательным, чтобы просто ходить, рассматривать, понимаете, все равно всем надо потрогать, всем надо попробовать. Поэтому такие вещи, конечно, будут очень здоровы. И если это приведет именно к строительству еще инфраструктуры, ну, мы знаем, что инфраструктурная проблема, это не секрет для каждого региона. Да, она на уровне страны, она просто стоит, конечно. Да, это на уровне страны, поэтому тут каждый решает все равно историю своими способами. Если есть вот такой вариант, то очень прекрасно, это замечательно. Но этот вариант тоже не позволит строить гостиницы, позволит сделать какие-то объекты, а вот опять же все, что вокруг них, это уже сложность. Ну, да, согласна, есть такая история. На чем я поподробнее-то хотел? Насчет паспортизации. А, паспортизации, что это такое? Это вот перечисление тех объектов, тех возможностей, где, собственно, привлечение туристов. Да, каждый район. Мы работаем с каждым муниципалитетом и собираем информацию. Вы предлагаете или они обращаются к вам? Мы делаем форму для заполнения, где они нам дают информацию об объектах, осмотра, объектах, показах, музеях, кафе, гостиницах, об историческую справку о регионе, о некой герогической составляющей, о флагах и так далее. То есть мы должны быть в курсе любой информации, которая есть в этом районе. То есть эта информация открыта. Она открыта для пользователей, открыта для наших туроператоров. То есть, например, туроператору необходима информация о том или ином районе. Он собирается делать тур, он может обратиться в туристко-информационный центр за информацией, сказать, что вот мне надо там, например, гостиницы Налинского района. Гостиницы Налинского района. Звучит, конечно, очень красиво. Нет, там есть. Да, там есть, да. Есть, есть. Они, конечно, не так, как... Выглядят как крутой мировой бренд, но есть, да? Есть, конечно. Есть. Но они выглядят уже гораздо лучше, чем, скажем, условно говоря, 40 лет назад, когда районные гостиницы были просто чем-то кошмарными. Довелось бы путешествовать. Ну да, я представляю. Воспоминания из детства тоже соответствующе сохранились. А вот так, чтобы в районах, в гостинице как-то уже в сознательном возрасте у меня не получалось останавливаться. Да. В общем, есть определенная программа, и она достаточно разнообразная, да, для жителей нашего города. Если говорить о цифрах, есть ли у вас, Елена, цифры по, не знаю, турпотоку за последнее время? Меняется ли он как? Да. Турпоток, на самом деле... Усилий-то много прилагается? Да, во что это все выливается? Усилий много прилагается. Поток растет. Я не могу сказать, что у нас процентно очень большой прирост туристического потока. Он в среднем составляет 1,5-2%, но в среднем по стране это нормальная цифра. То есть мы не берем те регионы, как Татарстан, которые непосредственно имеют возможность вкладываться в развитие, в привлечение турпотока, и то у них прирост максимум 4-5% поднимается. То есть в принципе 1,5-2% роста это достаточно хорошая цифра. У нас в период с 2015 года достаточно значительно увеличилось количество средств размещения в регионе, что тоже не может не радовать. Соответственно, есть спрос на размещение. Поэтому турпоток, он в принципе стабильно растет, это уже хорошо. Конечно, в 2015 году был провал, но это объясняется кризисом в целом туротрасля. Общие финансовые ситуации. Общие финансовые ситуации. Да, был провал, немножко мы просели по турпотоку в 2015 году, но стабильно в 2016-2017 в принципе есть устойчивый рост, и будем надеяться, что в принципе он будет продолжаться, по крайней мере. Мы прикладываем к этому все усилия, чтобы Кировская область все-таки позиционировалась не белым пятном на туристической карте нашей страны. Вот такая информация, принимайте ее к сведению, уважаемые слушатели. Лично скажу, что 19 мая обязательно постараюсь побывать на открытии. Ну тебе и побывать-то, ты рядом живешь совсем. Потому что я рядом живу, тут недалеко совсем выйти. Спасибо большое Елену Данишенкову, директор Центра развития туризма Кировской области. Ну и все те мероприятия, о которых мы сегодня говорили, можно я возрастной ценз укажу 0+. Да. Да, 0+, для самых маленьких и взрослых. Спасибо большое, дневной разворот завершен. Культ поход через 20 минут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok